Приветствую на канале, друзья, с вами Белогор. Сегодня продолжим зачитывать книгу под названием Пещера, автор Джеймс Роллинс. Линда едва вскочила на ноги. Она плелась как робот, глядя на широкую спину Халида, который направлялся к лифту. Она знала, что должна ненавидеть его, презирать, но ничего не чувствовала. Взрыв, прозвучавший в пещере, словно выжег ее внутри. Она не уберегла Джейсона, хотя обещала ему вернуться. Она вспоминала его глаза в тот момент, как ее руки привязали его к колонне. Мальчик знал, что умрет. Она должна была каким-то способом помешать этому. Но трусость оказалась сильнее ее. Страх перед Халидом, боясь умереть. Именно она своим преступным бездействием определила судьбу мальчика, обрекла его на смерть. По ее щеке скатилась одинокая слезинка. Страх правил всей ее жизнью, либо в виде клаустрофобии, либо под какой-то еще маской. Но всегда являлся ее неизменным спутником. И вот теперь ее позорная трусость привела к смерти мальчика. Однако со смертью Джейсона умер и ее страх. Все, что в нее осталось, это чувство вины. Халид, шедший, впереди остановился. «Ты ничего не слышала?» – спросил он. «Нет, Линда не слышала ничего особенного, но не сказала об этом. Ей было сложно подобрать даже самые простые слова. Вон там вытянул руку Халид. Линда посмотрела туда, куда он указывал. По другую сторону футбольного пустого поля до сих пор горели огоньки, освещая машину шахты лифта. Там что-то двигалось. Это была клеть лифта, ползущая вниз. В ней кто-то спускался». Приглядевшись повнимательнее, Линда разглядела стволы винтовок и другого оружия, торчащие сквозь прутья клетки. Из-за чего та напоминала огромного стального дикобраза. Прибыло воинское подкрепление, глаза Халида сузились, превратились две чёрные щёлки. Чёрт, как неудачно! Ещё бы несколько минут! В виде замешательства египтянина Линда даже улыбнулась. «Похоже, тебе не суждено выбраться этим путём». Халид злобно зыркнул на неё, а затем сбросил рюкзак, принялся в нём рыться и вытащил пульт дистанционного управления. Но не такой, какими должны были приводиться в действие эти бомбы, установленные с её помощью. «Что ты задумал?» Он не ответил, поднял пульт и нажал на кнопку. На чёрном приборчике зажёгся зелёный огонёк. После этого Халид схватил её и почти бросил за угол частично разрушенного строения. И сам прыгнул туда же. Со стороны шахты послышался взрыв. Волна горячего воздуха швырнула в них пыль и мелкие обломки. Всё вокруг окуталось дымом. После того, как основная часть дыма рассеялась, Халид выбрался из укрытия, желая полюбоваться делом своих рук. Линда выползла вслед за ним. Там, где только что стояли опоры лифта, теперь зиял дымящийся кратер. Из фонарей остался гореть только один, освещая ужасную картину. Как в замедленной съёмке. На глазах у Линды стала рушиться вся шахта лифта. Ничем не поддерживаемая клеть полетела вниз. Даже несмотря на то, что от взрыва у неё заложила уши, Линда слышала отчаянные крики людей. Она метнулась обратно за угол развалин, прислонилась к стене и, закрыв глаза, стала ждать. Время, казалось, остановилось. Потом послышался жуткий грохот. Клеть лифта ударилась об пол пещеры. Крики прекратились. Халид остановился рядом с ней и закурил слегка дрожащими руками. Хорошо, что я догадался установить эти заряды в ночь накануне ухода нашей экспедиции. Я с самого начала предполагал, что всё может закончиться именно так. Что же нам теперь делать, когда мы оказались погребёнными в этом подземелье? Халид выпустил стройку дыма к невидимому своду пещеры. Я должен попытаться связаться со своими боссами и обрисовать им сложившуюся ситуацию. Можно использовать центр связи Блейкли. Возможно, мне удастся установить связь с кем-нибудь из своих. А что потом? А потом мы умрём. Глава 36. Проклятый Синжари. Всё произошло слишком быстро. Скривившись от боли, которая молотом билась в голове, Бен приподнялся. Эхо от взрыва, который заставил его очнуться, всё ещё гудело под сводом пещеры. Застонав, Бен встал на трясущихся ногах и повернулся к огонькам раскинувшиеся вдалеке базы. Что случилось? Впрочем, он знал ответ. Это был Халид. Что ему делать? Возвращаться обратно? Ведь Гарри и остальным может грозить опасность. Он посмотрел на часы. Время неумолимо истекало. Он пролежал без сознания около часа. Нет, он должен добраться до Эшли и освободить её. Однако сначала нужно было выяснить, что происходит на базе. Бен сел на пол пещеры, закрыл глаза и отпустил свой разум в свободное плавание. Затем представил себе Набкоби и позвал его. Тот откликнулся сразу же, материализовавшись перед мысленным взором Бена. Вид у него был взъерошенный. Шерсть на мохнатой физиономии местами обгорела. Что случилось? Джейсон Целл Набкоби кивнул. Это штука, клетка. Она разрушена. Гарри и мой брат пошли искать твоего врага. Хотят попробовать остановить его. Я забрал мальчика и женщину в комнату. Офис по-вашему. Там безопасно. Я буду их охранять. Гарри сказал, что ты должен спешить. Сам знаю. Приведи помощь. Бен прервал мысленный контакт и вскочил на ноги. Он должен принести эту статую обратно раньше, чем... Твою мать! Статуэтки не было на месте. Винтовка валялась на полу, куда упала после того, как его треснуло по башке. Но вот рюкзак. Он исчез. А с ним и статуэтка. Синжари! Мерзкая кослявая тварь. Этот ублюдок не прикончил его только потому, что нашел искомое, без чего миссия Бена была обречена на провал. Если Бен не вернет статуэтку племени, Эшли умрет. Бен оглядел маленькую пещеру и взгляд его остановился на алюминиевых мотосанях с алмазной осью. Он выхватил нож и отрезал веревку, к которой были привязаны обычные пластиковые сани. А что если... Эшли видела, что Тругула смущен и встревожен ее просьбой. Но он все же не устоял перед ее настойчивыми уговорами и проводил их с Майклсоном в пещеру Умба. Для этого ему пришлось грубо расталкивать охотников, оказавшихся на их пути, многие из которых смотрели на него как на сумасшедшего. С помощью пинков и угрожающего рычания ему все же удалось проложить себе дорогу сквозь кипящую от ярости толпу. Теперь Майклсон мерил шагами пещеру с нескрываемым отвращением, поглядывая на статуэтку Умба. «Я всего лишь высказал предположение», — проговорил он. «Зная я, что ты воспримешь его всерьез и станешь рисковать своей жизнью, то и рта бы не раскрыл». «Твое предложение прозвучало вполне обоснованно», — ответила Эшли. «Синжари наверняка вернется в поселение через этот лаз, и мы должны прихватить его здесь и изобличить». А если он уже вернулся?» — Эшли вздохнула. «Я так не думаю, если бы он вернулся, то уже наверняка вопил бы на каждом углу, обвиняя нас во всех тяжких». Эшли огляделась. Помимо них двоих в маленькой пещере находилось шестеро охотников Мемисви во главе с Тругулой. Поэтому казалось, что тут не протолкнуться. Другие охотники охраняли подступы к пещере. Но было очевидно, когда все остальное племя узнает о случившемся и хлынет сюда, волну народного гнева им не сдержать. Оставалось надеяться лишь на то, что им удастся схватить Синжари раньше, чем начнется свето-представление. Толпа может растерзать их, прежде чем она успеет доказать, что невиновна. Словно продолжение ее мыслей, во внешнем тоннеле послышался гул возбужденных голосов и в пещеру, сцепившись в клубок, буквально вкатилось несколько туземцев. Майклсон дернул Эшли за руку и толкнул ее себе за спину, и даже Тругула закрыл ее своей спиной, чтобы к ней не мог приблизиться никто из недоброжелателей. Эшли смотрела, как охотники бросились на нападавших, напоминавших бульдогов, но были вскоре опрокинуты и смяты. Хуже того, даже от безобидных, на первый взгляд, уколов копья или кинжала нападающих, легко раненые охотники падали и начинали корчиться в страшных конвульсиях. Вскоре на ногах остались лишь она, Майклсон и Тругула. Их окружили шестеро мускулистых бойцовских псов-убийц. Силари проговорил Тругула и плюнул в них. Никто из шестерых не сделал попытки напасть на него. Видимо, врожденный страх не позволял им поднять руку на одного из старейшин. Из червоточины позади них послышался шум. Они обернулись и увидели, как из темного отверстия выскользнул Синжари, сопровождение в двух здоровенных мемесви. Эшли узнала этих двоих. Она и раньше видела их Синжари. Она также заметила внешнее сходство между ними и теми бульдогами, которые напали на пещеру и теперь стояли, переградив путь к выходу. Это были члены клана Синжари, его гвардия. Синжари улыбнулся, глядя на Эшли, обнажив все зубы. Он не произнес ни слова, только попробовал пальцем лезвия кинжала и двинулся к ней. И только тут Эшли, застанав, поняла. Она сама привела их всех в западню. Бен открыл дроссельную заслонку до предела и гнал Матасани Гарри на максимальной скорости в 50 миль в час. На виржах его выносило на стену чуть ли не до потолка. Он внимательно всматривался вперед, готовый затормозить в тот момент, когда впереди покажется выход. Вылететь из червоточины на такой скорости означало бы верную смерть. Бен загодя снял винтовку с печа и держал ее под рукой. Ну же, ну мысленно, пришпоривал он своего коня. Выход наверняка уже недалеко. Может, мои хваленые способности Харри Хути помогут выяснить, сколько до него осталось. Бен расфокусировал глаза и расслабил тело. Но даже раньше, чем он достиг необходимого состояния медитации, к его разуму что-то прикоснулось. Его кто-то звал. И вот перед ним сформировался чей-то образ, смутный, расплывчатый. На фоне летящего навстречу тоннеля он напоминал призрак. Бен узнал это изуродованное лицо. Это был Тругула. Вожак охотников несколько раз удивленно моргнул, потом сказал, торопись. Я и так тороплюсь. Меня уже об этом предупредили. Тогда посмотри на то, что происходит моими глазами. Всего на несколько секунд тоннель исчез, и Бен будто оказался в пещере Умба. От того, что он увидел, сердце сжалось, и видение исчезло. Сейчас он жалел только о том, что не может ехать еще быстрее. Ярость была тем топливом, которое несла его вперед. Майклсон попытался преградить Синжари путь к Эшли, но по знаку костлявого пятера Силари навалились на него и оттащили в сторону. Эшли посмотрела на Тругулу. Тот пытался вырваться из цепки лап двух других убить, тоже не мог помочь ей. Синжари подошел вплотную к женщине. Он не поможет, он слаб. Эшли была потрясена. Ты говоришь на моем языке. Я изучаю врагов. Так нужно, чтобы костлявый замялся, подыскивая подходящие слова. Узнать их? Предложила свой вариант Эшли. Синжари улыбнулся, как если бы она была школьницей, давшей неверный ответ. Нет, убить их. Поднеся ли из веки Нжала к горлу женщины, он посмотрел на нее хитрым взглядом. Яд, правильное слово. Он мотнул головы в сторону мертвых охотников. Эшли молча кивнула. Синжари уколол резвием кончик собственного пальца и помахал рукой в воздухе, показывая, что с ним ничего не случилось. Я вождь Силари. Яд не убивает нас. Мы самые сильные. А как же Барда? Я думала, он ваш вождь. Барда? Синжари скривился, как от кислого. Он глупый. Я сильный. Эшли поняла, что происходит что-то вроде государственного переворота, который планировался уже давно. Их появление здесь едва не спутало карты Синжари, но он сумел обратить себя на пользу и это. Теперь вождь я. Я говорю убить вас чужих и других чужих, кто приходит сюда. Эшли покачала головой. Ты не сможешь победить. Тебе не позволит Тругула и охотники. В глазах Костлява вновь вспыхнул хитрый огонек. Показав на Тругулу, он сказал, плохой помог вам чужим убить мамбу. Затем он постучал рукояткой кинжала себе в грудь. Я узнал, он рубанул кинжалом в воздухе. Я остановил. Значит, Тругуля уготована роль соучастника преступления и заговорщика. Разумеется, мертвые не говорят. Эшли перевела взгляд на вожака охотников, но тот стоял, прикрыв глаза, словно дремал или находился в трансе. Синжари тоже заметил это и ткнул охотника пальцем в бок, чтобы привлечь его внимание. В течение нескольких минут они обменивались злыми фразами. Наконец, Синжари повернулся к соплеменнику спиной и снова уставился на Эшли. Глупый позвал на помощь. Но тут никого нет. Мамба мертвый. Он оскалился. Сейчас ты тоже мертвый. Синжари занес кинжал и шагнул к Эшли. Она подалась назад, но наткнулась на стоящих позади Силари. В этот момент, когда костлявый убийца схватил Эшли за горло, из червоточины послышался шум. Синжари удивленно повернул голову, а Эшли, которая сразу же узнала знакомый звук, отпрыгнула в сторону. В следующее мгновение из отверстия червоточины вылетели мотасани, пронеслись по полу пещеры и врезались в группу Силари, сбив нескольких из них с ног. Воспользовавшись возникшим замешательством, Бен вскочил с сани и раньше, чем туземцы поняли, что происходит. Подняв винтовку, он направил ее на Синжари и угрожающим тоном проговорил. «А ну-ка отпусти дому, кореш!» Синжари зашипел, как разъяренный кракан и взмахнул кинжалом, целясь в грудь Эшли. Бен выстрелил. На глазах у Эшли левая часть черепа Синжари отлетела в сторону, словно срубленная невидимым мечом. Несколько секунд он стрел неподвижно с занесенным кинжалом, но затем безжизненным кулем повалился на пол. Двое Силари бросились к Бену, однако он навсегда успокоил их двумя выстрелами и мрачно спросил, обращаясь к остальным. «Еще желающие будут?» Внезапно из-за спин окаменевших Силари появилась ощетинившаяся длинными копьями группа охотников. «Познакомьтесь с моими друзьями», с улыбкой сказал Бен, повернувшись к Эшли и Майклсону. «Я пригласил их на нашу вечеринку по пути сюда. Замечательное средство связи это чертова Хэрри Хути. Настанет день, когда оно разорит все телефонные компании». Оставшихся Силари, которые после гибели вожака оказались полностью деморализованы, скрутили и грубо вытолкали из пещеры. Эшли бросилась к Бену и крепко обняла его. «Ты цел?» Я так боялась. «Я не знала, что задумал Синжари, зачем он отправился наверх». Она крепко прижалась к нему, уткнулась носом в его грудь и произнесла, наконец, слова, которые я так давно хотела ему сказать. «Я люблю тебя». «Что?» – спросил Бен, отстранив Эшли от себя и заглянув ей в лицо. «Я не ослышался. Я тебя люблю». «Ах, это…» Он снова привлек ее к себе. «Я давно это знаю. Просто ждал, пока ты сама догадаешься». «Заткнись!» Эшли подняла лицо и поцеловала его. Бен приблизил губы к ее уху и прошептал. «Знаешь, там наверху есть еще кое-кто, кто очень хочет, чтобы его крепко обняли и поцеловали». Эшли отстранилась от Бена, вцепившись руками в его плечи. «Ты…» «Ты хочешь сказать?» Он кивнул. «Джейсон цел и невредим, разве что потрясен, как, впрочем, и все мы». Слезы мешали ей видеть. Бен с улыбкой посмотрел на нее, крепко прижал к своей груди и Эшли впервые в жизни ощутила незнакомое ей доселе чувство, силу семьи. Все еще находясь в объятиях Бена, она видела, как в пещеру торопливо вошел Борада. На его лице было написано смущение и растерянность. Подойдя к Тругуле, он о чем-то горячо заговорил. Тот отвечал ему с не меньшей горячностью, сопровождая свою речь повторяющимися жестами. Глаза Борады стали большими, как блюдца. Когда Тругула закончил говорить, вождь с отвращением посмотрел на бездыханное тело Синджари, затем повернулся к Бену и Эшли и склонил голову в их направлении. Знак извинения или благодарности этого Эшли не узнала. «Я кое о чем забыл», сказал Бен и высвободился из ее объятий. Подойдя к трупу Синджари, он одним пальцем открыл кожаную сумку на поясе мертвеца и вынул из нее алмазную статуэтку. «Огна!» «Торжественно!» провозгласил он, подняв ее так, чтобы было видно всем, а затем водрузил на пьедестал по соседству с тем, на котором стояла мужская фигурка. «Сладкая парочка, не правда ли?» Глава 37. Джейсон сидел на перепачканном штукатурке и стуле в развороченной приемной офиса доктора Блейкли. На коленях у него лежала его любимая игрушка геймбой, и мальчик, высунув от усердия язык, пытался склеить скотчем ее лопнувший пластмассовый корпус. Гарри и его странные приятели куда-то отправились, намереваясь осмотреть окрестности и выяснить, не грозит ли откуда-нибудь опасность. Джейсону было строго-настрого велено оставаться в кабинете Блейкли вместе с Энди, но от ее вида у него по телу бежали мурашки. Девица, как ненормальная, молча сидела, уставившись в пространство и беспрестанно накручивала на палец прядь волос. Когда Джейсон встал и вышел, она не сказала ни слова, как ему показалось, даже не заметила его. Джейсон вспомнил, как Бен спас его, как было бы здорово, если бы точно так же он спас и привез сюда его маму. Внезапно он услышал негромкий звук, может вернулся Гарри или кто-то еще. Звук повторился, казалось, будто кто-то снаружи перекладывает доски из одного штабеля в другой. Джейсон осторожно встал и шагнул по направлению к кабинету, где в любой момент можно было запереться, однако, когда непонятный звук послышался снова, любопытство превозмогло страх. Осторожно ступая, мальчик стал красться к развороченному выходу из здания. Он только взглянет одним глазком на то, что там шумит. И тут же вернется обратно. А вдруг это что-то важное? Затаив дыхание, чтобы не выдать себя, он обошел перевернутый стул, приблизился к дверному проему, присел на корточки и затаился, ожидая, когда звук повторится, чтобы определить его источник. Боясь что-нибудь упустить, он даже не моргал, однако, ничего не происходило. Снаружи была все та же воронка с обожженными краями и груда наваленных взрывом обломков. Джейсон уже начал распрямляться, решив, что ему почудилось. Как вдруг снова услышал его и увидел. Из груды деревянных обломков, кирпичей и битого стекла всего в 20 футов от здания высунулась треугольная черная морда. Если бы она не пошевелилась, мальчик не заметил бы ее, но до такой степени она сливалась с царящей вокруг грязью и камнями. Морда снова шевельнулась, раздвигая завалившие ее обломки и, наконец, открылся большой черный глаз. Джейсону показалось, что он смотрит прямо на него. Это должно быть то самое чудовище, которое собиралось сожрать его, когда он был привязан к колонне, которого Бен прозвал Крошка Тим. Джейсон застыл, боясь пошевелиться. Он смотрел, как ящер вновь уронил голову на пол пещеры. Он, видимо, был оглушен, контужен взрывом и только начинал приходить в себя. Нужно предупредить взрослых о том, что зверь все еще жив. И вдруг послышался новый звук. Это был плач. Плакала знакомая женщина. На открытое пространство выбежала Линда. Ее лицо было перепачкано сажей, волосы спутались и торчали в разные стороны. А взгляд заплаканных глаз устремлен на воронку от взрыва. Следом за ней на свет вышел Халид сигаретой в руке. Дело сделано, равнодушно проговорил он. Мальчишки больше нет. Линда, спотыкаясь, подошла к дальнему краю воронки и двинулась вдоль него. Джейсон понял, что она вот-вот окажется совсем близко от морды зверя, которого не видит. Выскочив из своего укрытия, он бросился к воронке, отчаянно крича. Линда, уходи оттуда, беги. При виде его Линда вздрогнула, ее руки взлетели к щекам, как две испуганные птицы. Джейсон, появление мальчика ошеломило ее. Она сделала неверный шаг, поскользнулась и покатилась на дно воронки. Берегись! Ящер, разбросав в стороны обломки, которыми был завален, с грозным рычанием поднялся на задние ноги, выскочив перед людьми, как черт из табакерки. Из того места, где должна была находиться его передняя лапа, торчал осколок белой кости. Весь бок животного был разодран, словно по нему выстрелили картечью из пушки. Зверь ринулся к воронке, на дне которой барахталась Линда. Нет! Завопил Джейсон. Халид, обезумев от страха, принялся не целить стрелять в ящера. Животное, развернувшись на звук выстрелов, кинулось к Халиду. Тот, крича как безумец, шарил в карманах. Глаза его выкатились из орбит. Он, казалось, за середину тела и вздернул в воздух. Лишь слабый стон слетел с его губ, на которых теперь пузырилась розовая пена. Однако, вес человека оказался чрезмерным для ослабевшего животного и ящер, не выпуская добычи, с грохотом рухнул на груду обломков, из-под которой только что выбрался. Линда с искаженным от ужаса лицом на четвереньках ползла к противоположному краю воронки, пытаясь оказаться как можно дальше от этого места, где лежало чудовище, по-прежнему сжимавшее в зубах египтянина. Руки и ноги Халида были свободны, и он, подобно большому червяку, извивался в пасти ящера. В одной руке он продолжал держать пистолет, а второй лихорадочно шарил в нагрудном кармане, пытаясь что-то достать оттуда. Наконец, с торжествующим криком, больше напоминавшим предсмертный хрип, он вытащил руку из кармана, а Джейсон сразу же узнал зажатый в ней предмет. Это был пульт дистанционного управления для подрыва бомб на расстоянии. Линда тоже увидела его. «Не надо!» пронзительно закричала она. На лице Халида появилась мучительная улыбка. Из его рта с тройками сбегала кровь. Он поднял руку. «Нет!» снова крикнула женщина. Но египтянин не успел нажать на кнопку. Чудовище забилось в предсмертных судорогах. Встряхнув свою жертву, и Халид не удержал пульт. Он вылетел из его руки и упал в нескольких футах поодаль. Халид потянул руку к устройству, но не смог дотянуться до него. Челюсти умирающего монстра стали слабеть, и Халид, крича от боли дюйм за дюймом, стал буквально выдирать себя из его пасти. Еще немного и он дотянется. Вот пальцы Халида уже прикоснулись к гладкой пластиковой поверхности. Но схватить пульт он не смог. Джейсон не стал ждать и кинулся вперед. «Джейсон, вернись!» кричала Линда, сделав последний рывок, он схватил пульт за секунду до того, как на нем успели сомкнуться пальцы египтянина. Халид грязно выругался, с его губ слетали ошметки кровавой слюны. Джейсон проворно отпрыгнул назад. «Отдай мне это, мальчик!» прохрипел Халид. «Нет!» Джейсон сделал еще один шаг назад, подальше от этого человеческого существа, которое оказалось ему теперь страшнее любого хищного животного. «Тогда умри!» Халид поднял пистолет, который до сих пор продолжил сжимать в дрожащей руке. Однако, промахнуться с такого расстояния было невозможно. Последнее, что увидел Джейсон, была вспышка, вырвавшаяся из дула пистолета. Как только они оказались в пещере Огны, Эшли встала и стала разминать затекшие ноги. А затем легонько пнула носиком ботинка алюминиевые мотосани Гарри. Целых 4 часа, в течение которых длилось их путешествие от поселения Мимисви, она провела, скорчившись на спине Бена. Теперь ей казалось, что нижняя и верхняя часть ее тела существуют отдельно друг от друга и никак не хотят соединяться в единое целое. Ох, черт, скривилась она, сделав первый шаг. На пороге пещеры появился Бен, ходивший на разведку. Идем, махнул он ей рукой. Все чисто. Выбравшись из тесной норы и окинув взглядом необъятную альфа-пещеру, раскинувшуюся перед ней, Эшли не смогла удержаться от улыбки, ведь она уже думала, что никогда больше не увидит это место. И вот, наконец-то. Однако, когда она увидела средство передвижения, на котором им предстряло добираться до базы, ее улыбку словно стерли. Мотоцикл? растерянно спросила она, спускаясь по склону стены следом за Беном. Ага, радостно подтвердил тот. Надо отдать должное Гарри, он делает классные машины. А ты что, не любишь мотоциклы? Эшли молча кивнула, хотя в этот момент Бен стоял к ней спиной. Ей было грустно от того, что брата Гарри Деннисовременно пришлось оставить у Мимис Ви, но разбитое колено не позволило бы ему сейчас проделать весь этот путь. Группа охотников должна была переправить его наверх чуть позже. Мне все равно, с запозданием ответила она на вопрос Бена. Хоть на мотоцикле, хоть на осле. Главное, поскорее увидеть Джейсона. «Понятно», озабоченно проговорил он, думая уже о чем-то другом. «Меня волнует, что я никак не могу добраться до Набкоби. Забирайся на заднее сидение». Через минуту он уже гнал мотоцикл в темноте, ориентируясь на далекие огни базы. Эшли держала Бена за талию, положив головы ему на плечо. Она прижалась к нему так крепко, что ей казалось, будто она ощущает удары и его сердце. «Поглядывай по сторонам», прокричал Бен. «Тут повсюду шляются эти зубастые твари». Однако, несмотря на браваду, Эшли внимательно мысматривала, не движется ли что-то в их сторону. Нет, кроме темноты вокруг них не было ничего. Вскоре кругом посветлело. Непроглядная ночь превратилась в тусклый сумрак. Они приближались к базе. Воздух наполнила невыносимая вонь. «Боже, милостивый!» Эшли с отвращением зажала нос. «Ничего, скоро привыкнешь», сказал Бен. «Нет, она ни за какие коврижки не хотела бы привыкать к этому смраду». Когда Эшли увидела разорение, царящее на базе, она невольно закрыла глаза. «Как же смог уцелеть в этом ужасе Джейсон? Мы почти приехали», крикнул Бен. Внезапно вынурнула голова рептилии. Бен вовремя увидел тварь, поддал газу и мотоцикл с ревом пронесся мимо обескураженного зверя. «Нам сюда», сказал Бен, указывая на конечную цель их путешествия. Эшли сразу узнала это место, здание, в котором совсем недавно располагался офис Блейкли, хотя и было покрыто копотью, но все же стояло почти нетронутым. Бен сбросил скорость до минимальной и завернул за угол постройки. При виде картины, открывшейся ее взгляду, кровь застыла в жилах Эшли. «Нет!» крикнула она, спрыгнув с мотоцикла и бросилась туда, где в нескольких ярдах от здания безжизненной грудой лежала туша ящера, сжимавшая в челюстях мертвого Халида. Невидящий взгляд египтянина был устремлен вверх. Но не только это зрелище привело в ее в ужас. Гарри склонился над маленькой фигуркой, лежавшей на каменном полу. «Нет!» молилась она на бегу, только не сейчас, только не это. Бен схватил ее за руку и дернул зад. «Подожди!» суровым голосом сказал он. Эшли выдернула руку и побежала к Гарри. Он отодвинулся, пропуская ее, подбежал Бен и остановился рядом с Эшли. «Это не Джейсон, Эшли!» проговорил он. «Именно об этом я и хотел сказать тебе, поняв по твоему лицу, о чем ты подумал». Эшли смотрела на мертвого маленького охотника, грудь которого была пробита пулей. «Кто это?» спросила она. Бен опустился на колени рядом с телом на плечо. «Это на Пкобе. Неудивительно, что я не мог его дозваться». Он поднял глаза на Гарри. «Что здесь произошло?» С трудом, сдерживая подступающие к горлу слезы, Гарри объяснил. «После того, как взрыв обрушил клетт лифта с солдатами, я отправился туда, чтобы выяснить, уцелел ли кто-нибудь. Пока меня не было, вернулся Халид и Линда». Затем Гарри рассказал о нападении Кракана, о том, как зверь схватил египтянина, и тот напоследок, уже умирая, пытался взорвать пещеру. Охотники, до поры до времени, не вмешиваясь, дожидались подходящего момента. Когда же Джейсон забрал пульт, Халид попытался убить его. На Пкобе сбил мальчика с ног и принял предназначавшуюся ему пулю. Вот и все. Эшли опустилась на колени рядом с Беном. «Он спас жизнь моему мальчику». «Да», кивнул Гарри. Джейсон получил приличный удар по голове и на несколько секунд отключился. За ним присматривает Линда. «Мам!» Эшли резко повернула голову к зданию. На пороге разрушенного входа стоял мальчик с забинтованной головой. «Джейсон!» Она встала, бросилась к сыну и они повисли на шее друг у друга. «Сынок, милый, как я счастлива! Прости меня, родной! Я так люблю тебя, мам!» Не в силах говорить, Эшли молча прижимала сына к груди, баюкая, как маленького ребенка. Бен показал на тушу ящера, а я думал, что отправил этого урода на тот свет. Наверное, он оказался не глупее тебя и тоже спрятался. С улыбкой на лице на пороге появилась Линда. Увидев ее, Джейсон освободился из объятий матери, вытер нос и поправил штаны. Он был явно сконфужен тем, что его уличили в телячьих нежностях, которые не пристали настоящему мужчине. Эшли улыбнулась, подумав, «О господи, неужели он уже такой большой». Смотрите, вдруг окликнул их Гарри, указывая куда-то вверх. Эшли встала и присоединилась к остальным, которые, задрав голову, смотрели куда-то, куда показывает Гарри. Там танцевали какие-то непонятные огоньки. В свете нескольких еще горевших прожекторов стало видно, что сверху неторопливо спускаются раздутые купола парашютов. Эшли видела, как с уцелевшей верхушкой, напоминающей скелет шахты лифта, прыгают все новые и новые парашютисты. В руках каждый из них держал галогеновый фонарь. Вскоре их были уже сотни, и они деловито, как муравьи, разбегались во все концы базы. Нет, пожалуй, они больше напоминали не муравьев, а светлячков, снующих в темноте ночи. «Подоспела наша кавалерия», проговорил Гарри, и, как всегда вовремя, насмешливо фыркнул Бен. Эпилог Гора Эребус Антарктида Бен забрался в кровать и с блаженным вздохом свернулся калачиком, прижавшись к Эшли. Она застонала во сне и повернулась на спину. Бен положил ладонь на ее уже начавший округляться живот. Парню через пять месяцев появляться на свет, а она все никак не может расстаться со своей наукой. Только и знает, что твердить культурами Месви. Может ли быть что-нибудь важнее? Зная ее, Бен не сомневался. Эта женщина отложит в сторону ручку и бумагу только после того, как у нее отойдут воды. Откинувшись головой на согнутую в локте руку, он улыбнулся, глядя в невидимый потолок пещеры. Базу Альфа уже почти восстановили. Биологи создали акустический репеллент на базе территории, разработанный Линдой. Он доказал свою эффективность и отпугивал краканов, а собранная ею команда биологов совершила еще одно важное открытие. Вопреки утверждению Мамбы, эрозия, созданного Мемесви защитного кольца фунгуса, вовсе не была вызвана нарушением связи между женским и мужскими началами Огны и Умба. Кому стало появление в подземном мире новых видов лишайника, которые помимо своей воли занесли сюда люди с поверхности планеты. Пришельцы оказались сильнее и стали теснить хозяев по всем фронтам. Получается, что Син-Джари был прав. В бедах Мемесви, хоть и косвенно, все же были повинны люди. Бен шумно вздохнул и с наслаждением потянулся, прогоняя усталость. Его обязанности в качестве Харихути племени, казалось, были нескончаемы. Неудивительно, что Моамбе мечтал передать эту тяжкую эстафету. И все же в память о старике Бен считал себя не вправе отказаться от этого бремени, поскольку ощущал свою ответственность. Он будет нести его и дальше, по крайней мере, до тех пор, пока не подрастет детеныш Мемесви, которого он помнил. Бен усмехнулся в темноте. Детеныш Мемесви, которого он помнил, еще яйцом. Обучать малыша развивать унаследованный им дар Харихути было еще одной обязанностью Бена. Ребенок, которого Моамба незадолго до смерти назвал Тушама, был девочкой первой Харихути женского пола за всю историю племени. Этот невиданный факт потряс туземцев, но Бена это не волновало. Мальчик или девочка рос на его смену. Бен натянул на себя одеяло, ему действительно не на что жаловаться. Его нынешнее занятие имело свои преимущества. В свободное время он был волен исследовать нескончаемую цепь пещер. Охотники, бродившие под темным тропом подземелья, показывали ему места настолько удивительные, что иногда Бену казалось, что он очутился в сказке. Даже несмотря на то, что чаще всего это было связано со сбором краканьего дерьма. Бен закрыл глаза, скоро наступит утро. Он перевернулся на бок и обнял Эшли за талию. Уже когда сон начал обволакивать его своей прозрачной паутиной, он почувствовал прикосновение к своему сознанию, слабое и осторожное. Кто-то звал его. Бен открыл свой разум этому зову, но контакт тут же пропал, оставив после себя лишь ощущение теплого ветерка, прикоснувшиеся к горячей щеке. Кто это был? И тут Бен ощутил, как под его рукой в животе Эшли пошевелился ребенок и вспомнил слова мамбы зов крови силен.